Слава Богу! Я хочу немножко сегодня с вами порассуждать на тему о плодах наших. Слово Божье перед этим я напомню немножко, что мы, может быть, что-то делаем, что-то повторяем, что-то как-то пытаемся сотворить в нашей жизни, но чтобы все приносило от нас плод Господу. Господь не просто ждет от нас, чтобы мы приходили, сидели, послушали и пошли, и жили своей жизнью. Нет! Он хочет, чтобы мы приносили плоды какие-то. Вот смотрите, Иова 34, 21 написано, «Ибо очи Его над путями человека, и Он видит все шаги Его». Аминь! Бог видит тебя и меня. Бог видит вчера, подавчера, сегодня, каковы мы. Но Он, как добрый пастырь, наблюдает за каждым из нас. И Он хочет, чтобы мы действительно были в Его винограднике, чтобы мы жили по Его заповедям, по Его путям, по Его слову поступали. И вот мы подошли к этой теме. Пусть Господь ведет это служение своей дивной рукой, силой Духа Святого. И, по милости Божией, мы немножко приоткроем эту тему. Конечно, Бог ее глубже показывает, но насколько Бог позволит нам сегодня, да будет слава всей Ему. Иоанна, 15 глава, написано. Мы ее все прекрасно, наверное, знаем, читаем, но для нашего назидания я сегодня еще раз повторю. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла плода». Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам. Прибудьте во Мне, и Я в вас. «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть в лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают, и бросают в огонь, и они сгорают». До сего места, братья и сестры. Там так все прекрасно написано, все разложено, Господь позаботился об этом. Но многое, конечно, мы, может быть, не поймем, не уразумеем, почему и что, что такое плод, что такое ветвь, виноград. Мы, может быть, уже пожилые знаем, что такое виноград, и почему Бог в Своем слове все сводит к винограду. Почему Он нас называет Своим виноградником, который Он насадил на этой земле. Но Он же не просто посадил виноград и расти, как хочешь, так и расти, что хочешь, то и делай. Написано, нет. Смотрите, первые стишки написано, «Я есть истинная виноградная лоза». Это кто? Это сам Господь Иисус Христос. Аминь. Это сок, который течет в этой виноградной лозе. Он питает все ветви. Но написано, что «А отец мой виноградарь». Вот этот виноградарь, как ни странно, мы должны понять, он не просто там находится, этот виноградар в стаду, находится лишь бы только зарплату получать, лишь бы только что-то делать, может быть, нет. Он внимательно наблюдает за каждой ветвью, за каждой лозою. И Он хочет, чтобы, как говорится, каждая ветвь, каждая лоза принесла плод. «Все ударение в жизни человеческой, и Бог над нами работает, чтобы мы приносили плоды». И написано, какая же работа у этого виноградаря. Виноградар, он ходит и ухаживает за этим растением. Он его окапывает, он его подкармливает, и он же его очищает и обрезает, братья и сестры. «Нож в руке виноградаря». Элистикатарь, как мы можем его назвать, по-разному. «Нож в руке его». И он внимательно наблюдает. Вот смотрите. Была, там еще в одном месте написано, что был виноградник, и росла в нем смоковница. Просто росла, как-то она отдельно росла. И сказано, что не один год этот виноградарник подходил и смотрел за ней. Она была пышная, она была хорошая, может, она была, ну, красивая. Но, говорит, я уже третий год прихожу и не нахожу у ней плода. Ну, значит, то, что она им это занимает. Виноградник, он, участок человек купил, например, обгородил, и он хочет, чтобы каждая, каждый, как говорится, метр или каждый фит приносил какой-то доход ему, плод. Но если не приносит, мы сами все прекрасно можем понять. В любое посадим дома, если оно не приносит плод, год, два, три, ну, куда оно? Вычищаем, правильно, выкидываем. Новое что-то посадим, чтобы оно давало плода. Так и здесь же. И Бог, Он, этот Отец, написано, виноградарь, не кто-либо какого-то там поставил человека, а сам Господь Отец, Он виноградарь. И вот Он обрезает, и Он хочет, чтобы плод был на каждой ветве. Мы должны это понять, что виноград, Он тогда приносит плоды, когда Он очищается, когда Он освобождается от лишних ветвей. Если заросли, поросли, но сейчас все заросло, с Него очень сложно ждать плода. Если и будут плоды, но они будут, ну, какие-то корявые, червивые, мелкие все, они некрасивые, нет у них ни вида, ни величия. Но Бог хочет, чтобы мы были прекрасными, сочными и плодовитыми в этой жизни. Аминь? Аминь. И вот Он говорит Господь, что если мы не приносим плода, то, значит, мы не можем почтить и прославить самого Бога просто своей жизнью, без плода. Братья и сестры, поймем эту истину. Если мы плод не приносим в своей жизни, а мы думаем, что мы придем там или помолимся, или послушаем, или споем Богу, да, это все на своем месте, но Бог хочет, чтобы человек приносил плода. И невозможно Бога правильно прославить, если мы не приносим эти плоды. Невозможно никак. Потому что и мы не будем тогда истинными учениками Господа. Вот смотрите, в этой же главе Иоанна 15, 8. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Вот смотрите, какая закономерность. Господь хочет, чтобы ученики приносили много плода. И будет слава кому? Ученикам? Богу будет слава в этом. Тем прославится Отец. А мы же созданы для того, чтобы прославить Господа в этой жизни. Значит, мы должны приносить плоды. И Иоанна 15, 16. Написано. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите у Отца, во имя Мое Он дал вам». Смотрите, какая закономерность. Значит, если мы будем проносить плоды и будем просить у Господа о какой-то нужде, проблеме, желании, и чего не попросите, Он дал вам, когда мы будем плодовитыми, братья и сестры, поймите одно. И мы должны, например, приходя в служение, что-то нести для Бога. Каждый. В Старом Завете Бог говорил к народу Своему, когда идете в Дом Божий, не идите с пустыми руками. Это о чем-то говорите к нам, правда? Если мы все, например, ага, придем, послушаем, а никто не принес ни проповедь, ни псалом, ни пение, никто не принес, вот будем сидеть и ждать, а что мы будем ждать? Господь хочет, чтобы каждая вещь приносила плод, и Бог дал каждому свой дар, и этот дар должен быть использован во благо человека. И вот смотрите, есть такое еще, здесь идет, 15 глава, 2 стих. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла плода». Из этого можно сделать такой вывод, что или плод приносить, или будем брошены в огонь. Так написано в слове Божьем, правда? В ветви очищаются, и куда они бросаются? В огонь, чтобы они сгорали, чтобы не мешали дальше сделать. Значит, будем внимательны, или будем приносить плоды, или будем брошены в огонь. Отец виноградарь. А вы какой человек? С человеком можно, может быть, договориться, все, но Бог смотрит, какие мы. Или будем отсечены от лозы на увядание и смерть. Вот смотрите, Матвея, 21 глава, 19 стих. 21, 19. Это Иисус шел, и увидели они смоковницу, подошли, ничего не было. И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек, и смоковница тотчас засохла. Всего лишь навсего. Шел, увидел дерево, подошел, не нашел ничего, и сказал, да не будет от тебя плода вовек. И смоковница засохла. Это говорит братья и сестры о том, что Иисус Христос, Он видел дальше человеческого глаза. Мы, может быть, смотрели, она ветвистая, она с листьями, она красивая, но Господь искал в ней нечто, Он искал плод, дорогие мои, Он не листья искал, и Он видел глубже, Он видел, что человеческий глаз не может увидеть, то есть, Он увидел, раковая гниль под ее листьями была, Он увидел, что болезнь под корой была у нее, в этом дереве, Он увидел, но оно еще было зеленое, но оно уже было больное внутри, и Господь это увидел, и Он, здесь написано, Он проклял, но не угасавшую жизнь в этом дереве, а смерть, которая действовала в этом дереве, братья и сестры, она была уничтожена, это дерево, это смерть, она, дерево погибала, это к маленькому, например, у меня дома была сирень, да, один кутро, и второй, ну, такие веточки более были, уже несколько лет уже, ну, вроде бы, зеленая была сейчас, стояла, вот такая веточки жизненькие были, и кора, смотрю, такая темная, ну, как-то, думаю, вот, недавно подошел ее, взял ее, ну, ну, качнул, думаю, что такое, она раз, обломилась около корня, вся полностью, а там черви уже бегают, такие белые черви сбегают, под корой, все уже съела ее, братья и сестры, и вот это тоже так же, съедала, потому она не давала плода, потому что внутри была больная, и Господь хотел этим нам показать, что не хлебом единым жив человек, братья и сестры, и вот, исходя из этого, мы читаем до плоды, и какой же это плод, Господь говорит о плоде, а что же это такое, братья и сестры, какой же плод, здесь он делает ударение, Иоанна 15-16, мы читаем, что мы должны приносить, но, апостол Павел в Филиппийцам 1, 11, пишет так, «Будучи исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Вот какая мысль идет, смотрите, апостол Павел добавляет к этому, что такое плод, «Будучи исполнены» 1, 11, Филиппийцам, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Оказывается, Бог ищет праведности в Своем народе, братья и сестры, Бог ищет праведности в славу и похвалу Божию. Вот мы должны приносить плод праведности, праведности. А вот это написано святость, этот плод, который прославляет нашего Господа и Отца. Святость. И принесение плода, это связано с тем, какими мы становимся, а не с тем, что мы делаем, братья и сестры. Поймем это правильно. Принесение плода, оно связано с тем, какими мы становимся в этой жизни. Если мы христиане, мы должны быть христианами не только на собрании, а во всей своей жизни. Аминь. Аминь. И Бог хочет, чтобы этот плод пребывал в нас. И я могу приносить плод тогда, когда во мне нет ничего, что препятствует вхождению потока жизни Иисуса Христа у меня. Я только тогда могу этот плод приносить, когда эта жизнь, она входит в этот поток и делает меня нового человека. Этот новый человек, он должен заботиться не о тебе, а о других. И вот еще перед самым контом я хочу прочитать. Бог ищет праведности. А что ж это такое, если взять образно? Вот смотрите, Иезекииль 18 глава 5 стишка. «Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не скверняет, их своей жене во время очищения не приближается, никого не притесняет, смотрите, человек, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не дает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. И вот эти слова запомним мы себе, что такое праведник, праведность, что мы должны плодами своими оправдывать все это праведность, потому что если мы только будем говорить, что мы христиане, а не подтверждаем свою жизнь, то, что мы читаем, то, что мы слышим, наше хождение, то Господь, у него нож, он виноградарь и нож в его руке, и он написан на весе сухие, обрезает, и они палятся просто, и все, они не нужны ему. И на сегодняшний день перед нами молитва, перед нами молитва, но мы должны знать, как молиться и просить у Бога нечто. Посмотрите, еще Осия, 14 глава, 3 стишок. «Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Возьмите молитвенные слова. А что это такое за молитвенные слова? Это слова, которые благодарственные, которые чтут живого Бога, которые наше сердце ликует и поет. Вот смотрите, еще Птолом 99. «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите при лицо Его к восклицаниям. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паства Его. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек и истина Его в рот и рот». И вот это молитвенные слова, которые мы должны молиться, славить, восхвалять, благодарить нашего Господа Иисуса Христа, ибо Он достоин и Бога Аминь.